Реализация программы «Чистая вода» в городе Буе находится на стадии перехода ко второму этапу, работы в рамках которого уже начаты. Кроме этого, продолжаются работы и на новой скважине поселка Салама. Приближается сезон паводка, в период которого ежегодно наблюдается ухудшение цветности водопроводной воды. Эти вопросы водоснабжения города мы обсудили с генеральным директором предприятия «Тепловодоканал» Ларисой Золотовой. Надо сказать, что по программе «Чистая вода» мы сейчас работаем по двум направлениям. Первое – это продолжение реконструкции на насосно-фильтровальной станции, это основной водозабор городской. И второе – это улучшение качества воды в поселке Лесозавода на Саламе. В поселке Лесозавода у нас на сегодня приобретена установка и прошел первый этап пуска наладочных работ на установке по очистке скважиной воды. Проведен капитальный ремонт скважины и при прохождении первого этапа в конце марта подрядная организация выдала нам ряд замечаний, которые мы на сегодня устраняем. Они связаны с прокачкой скважины для того, чтобы увеличить дебет ее. Прошлую неделю и на этой неделе мы этой работой занимались ежедневно. Берем отбор проб на лабораторный анализ и отправляем подрядчикам тот лабораторный контроль, который мы ведем ежедневный, для того, чтобы они видели качество воды, которое сегодня выдает новая скважина, так как мы при заключении договора им направляли лабораторные анализы по старой скважине. То есть сейчас, в общем-то, вот этот весь пусконаладочный процесс и по новой скважине, и по установке подрядная организация будет делать в комплексе. И на период, когда вот сейчас мы делаем прокачку скважины и затем начнем снова проводить пусконаладочные работы в модуле, который там установлен, в этот период питьевая вода на Саламу привозится и для жителей города, и в детский сад. Что касается НФС, реализации программы «Чистая вода», то надо сказать, что практически завершаем процесс пусконаладочных работ на существующем основном блоке, где прошли последние годы строительные и монтажные работы. И при проведении пусконаладочных работ в течение года мы отрабатывали коагуляцию в разные сезоны года. То есть это вот в период паводка, в период меженелетний, она была очень короткая в прошлый год, в сезон дождей, который был очень длинный в прошлый год, и вот в зимних условиях, в условиях низких температур. Ну и здесь можно сказать, что при самых наихудших показателях цветности воды в реке, а в прошлый год она доходила до 300 градусов, станция давала 2100 кубов в сутки чистой воды, соответствующей Санпину. А в среднем она выдает от 2500 до 3500 кубов в сутки. То есть вот мы сегодня знаем, на какую производительность можно рассчитывать в разные сезоны года. А вода в реке Кострова, она ведет себя нестабильно в течение года, и идут большие колебания и по цветности, и по мутности. То есть показатели эти влияют и на процесс коагуляции в том числе. А если говорить о продолжении работ по программе «Чистая вода», то у нас на сегодня заключен договор с подрядчиком на проведение проектных работ, и мы должны в начале мая получить проектно-сметную документацию по реконструкции установки струя. Установка струя эксплуатируется с начала 80-х. Она уже и морально, и физически устарела, и мы практически в последние годы не пользовались ей для очистки воды. И на сегодня там идут демонтажные работы. То есть мы это помещение очищаем для того, чтобы... И затем будем ремонтировать для того, чтобы там было установлено новое оборудование. И подрядная организация будет делать весь комплекс работ, начиная от проектных, изготовления оборудования, монтаж оборудования и проведения пусконаладочных работ. То есть вот этот весь комплекс мы планируем при заключении договора отразить, и в дальнейшем, чтобы уже подрядчик все это выполнял, и издавал, да, согласно графику, издал нам под ключ все работы. А кто подрядчик? Подрядчиком, значит, будет предприятие из Санкт-Петербурга. Это предприятие наукоемкие технологии. Они к нам уже приезжали для проведения предпроектных изысканий. В декабре месяце они установили пилотную установку вот в здании струи. И, значит, в режиме производственной мощности провели испытания, провели лабораторный контроль, получили положительные результаты. И на основании этого они сейчас будут делать проект, ну и затем уже изготовление и монтаж оборудования. Здание установки струя находится на территории насосно-фильтровальной станции. И, ну, в общем-то, оно следующее идет за основным корпусом, вот где проходил первый этап, и, значит, реконструкция струи – это будет второй этап. Ну, кроме этого, мы еще планируем провести реконструкцию резервуаров чистой воды для того, чтобы увеличить запас воды. Это резервуары чистой воды – это регулирующая емкость. И эту воду мы подаем потребителям города. И используем на промывку, для своих технологических целей, на промывку. И когда у нас будут проведены оба этапа реконструкции, в основном корпусе, в здании струи, то мы понимаем, что и на технологические нужды воды потребуется больше. Да, и потребители уже просят у нас тоже воду, например, в Завековском районе города. Больших объемов. Больших объемов, да. И поэтому требуется больший запас, и планируем вот реконструировать резервуары чистой воды для того, чтобы увеличить запас чистой воды на город. Мы, вот с чего я начала, значит, мы в течение года смотрели, сколько мы можем дать городу чистой воды в основном здании. И отсюда уже рассчитывали, исходя из потребностей города, сколько воды мы должны приготовить на установке струя. А на сегодня техническое задание выдано подрядной организации разместить оборудование, которое сможет приготовить воды, соответствующую Санпину, в объеме 4300 кубов в сутки. То есть это задача реально выполнена? Да, мы перед тем, как заключать договор на проектирование, мы согласовали с подрядчиком, вообще, исходя из имеющихся конструктивных, из имеющихся зданий, сколько оно может вместить, потребуются ли дополнительные какие-то пристройки. И когда нам подрядчик сказал, что да, вот этого здания будет достаточно, то приступили тогда к демонтажным работам, и процесс уже, можно сказать, идет. Я уже сказала, какой объем воды может давать станция в разные сезоны. Конечно, в паводок речная вода имеет наихудшие показатели и по цветности, и по мутности. Поэтому производительность оборудования в основном корпусе, конечно, будет ниже, чем средние показатели, которые были названы. Это порядка двух с половиной тысяч кубов в сутки. Городу нужно воды больше. Поэтому мы вынуждены будем добавлять воду и еще речную воду, которая будет проходить не две ступени очистки, а только одну ступень очистки, фильтрование и обеззараживание. И, конечно, показатели воды ухудшатся. Хотелось бы, чтобы и жители города отнеслись к этому с пониманием. Тем более, что мы не остановились на достигнутом. Мы продолжаем работать именно в направлении улучшения качества воды в полном объеме, который необходим городу.